Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Миллер, я маркетмейстер компании REC. Компания REC самый популярный производитель расходных материалов для 3D принтеров, работающих по технологии FDM. Компания существует уже более двух лет. За эти два года нами было выпущено 5 различных видов материалов, о которых я сейчас вам расскажу. 3D-печать в России появилась относительно недавно. 3-4 года назад о 3D-печати мы знали только из телевизора о том, что кто-то где-то в США напечатал пистолет и что-то в этом роде. Два года назад все начало резко меняться, появился массовый потребитель на российском рынке. Сосредоточившись на самых востребованных материалах, один за одним мы начали выводить их на рынок. Первым нашим материалом был на тот момент самый популярный инженерный ABS-пластик. Это самый популярный пластик. Большинство вещей вокруг нас сделано именно из ABS. Он относится к инженерным видам пластика, так как обладает повышенной механической прочностью, но и предъявляет особые требования к 3D-печатному оборудованию. Основные задачи ABS-пластика это выполнение функциональных макетов, которые будут нести механическую нагрузку или ударную нагрузку. Например, у меня в руках макет восьмицилиндрового V-образного двигателя. Это часть рабочего макета, который будет с цилиндрами двигаться, показывая работу двигателя внутреннего сгорания. Также он очень популярен при изготовлении механизмов нагруженных. Например, из ABS-пластика изготавливаются шестерни, которые в том числе и довольно износа стойки в процессе работы. ABS-пластик отлично подходит для изготовления корпусов, кронштейнов, конструкционных деталей. Все, что потребует механической нагрузки, механической стойкости. Вы, наверное, обратили внимание, что все 3D-печатные модели имеют во внешности такую полосатость. Это тоже на самом деле не проблема. Сейчас я вам это покажу. В 3D-печати очень важна пост-обработка модели. Модель, полученная из 3D-принтера, при необходимости она шлифуется, красится, либо же обрабатывается химически. У меня в руках напечатана башенка. Она напечатана из ABS-пластика, который затем обработан в ацетоне. Это придало глянцевость поверхности. Подобными методами можно обрабатывать и PLA-пластика. На сегодняшний день популярность ABS уже спадает, потому что появились материалы, с которыми гораздо проще работать. Самый популярный на сегодняшний день это PLA-полилактик. Это абсолютно безопасный материал. Он делается из растительных культур типа сахарного тростника и кукурузы. Даже при горении он не будет выделять никаких вредных веществ. Также работать с ним гораздо проще, чем с ABS в плане 3D-печати. Он не имеет таких неудобных эффектов, как термоусадка. Не нужно корректировать размеры модели, чтобы потом учесть, насколько она усядет после печати. Здесь модель печатается один к одному. Практически любой принтер может печатать таким видом пластика. Вот эта модель напечатана именно из PLA-пластика. Материал PLA относится к твердым видам пластика. Основное его применение это печать макетов, печать дизайнерских объектов, любых объектов, которые не понесут серьезных физических нагрузок. Основная его задача это показать вживую задуманный объект. Будь то какая-то там вазочка или модель робота, или пусть даже планировка квартиры, что очень актуально для строительных организаций. Очень здорово вживую увидеть планировку, например, своей будущей квартиры и понять примерно как она будет уже выглядеть в действительности. Также еще одна очень важная сфера применения PLA-пластика это медицина. Вот у нас есть такой макет стопы. Эта стопа сделана по результатам МРТ-обследования. Это настоящая стопа человека, напечатанная на 3D принтере. Она очень полезна хирургам для планирования стратегии операции, которые они будут делать уже потом на живом человеке. Цель нашей компании это вывод FDM-печати на новый уровень, привнесение новых возможностей в эту технологию. По этой причине мы начали выпускать гибкие материалы, которые значительно расширяют сферу применения 3D-печати по технологии FDM. Такие как Раббер и Флекс. Флекс по механическим свойствам близок к силикону, Раббер близок к резине. Гибкие материалы требуют некоторой подготовки. Новичкам в сфере 3D-печати будет работать с ними непросто. Но тем не менее, благодаря гибким материалам можно получать вот подобные объекты. Это Флекс. Силиконоподобный материал. Помимо обуви и очевидного применения вроде прокладок, из него можно изготавливать, например, гибкие суставы, гибкие элементы. Например, наверняка вы видели в интернете, как на 3D-принтере изготовили протез руки для человека, где он мог восполнить свои функции. А теперь представьте, что вот эти протезы будут не просто пластиковые, а еще и гибкие, что приближает вот этот протез к реальной руке. Есть еще гибкий материал Раббер. Он отличается тем, что он чуть более мягкий, чем Флекс. Он ближе к резине. Основное его применение – это как раз инженерные прокладки, это кнопки, это герметизирующие какие-то элементы, это амортизаторы, отбойники и прочее-прочее. В палитре цветов резина бывает только черной. Это ее естественный цвет. Для гибкого Флекс мы выпускаем 7 различных цветов, где сегодня успешно и действительно с пользой применяется 3D-печать. Например, Космический центр Хруничева использует 3D-печать для изготовления сборочных макетов элементов ракет. Раньше они использовали традиционные способы – высверливание, вытачивание из металла на станках. Занимало очень много времени, там, может, год даже тратилось на один какой-то существенный макет. Чтобы посмотреть, как все собирается механически, не для каких-то конструктивных просчетов очевидных. За счет 3D-печати подобные макеты в десятки раз изготавливаются быстрее и в тысячи раз дешевле. А есть еще одно направление – это изготовление протезов и ортезов. Про протезы вы уже, наверное, все видели в интернете. А ортезы – это так называемые гипсы нового поколения – гипсы 2.0. Еще мы выпускаем специальный материал HIPS – ударопрочный полистирол. Несмотря на название, он сильно уступает по механическим свойствам традиционному АБС или ПЛА-пластикам. HIPS используется, в основном, как материал поддержки. Что это такое? Сейчас покажу. Вот, смотрите, здесь основная модель – это кость, напечатанная из белого пластика. А вот эта вот паутина, такая некоторая из пластика, да, она тоже белого цвета здесь – это поддержка. Вот эта поддержка как раз печатается из материала HIPS. Он очень хрупкий и он растворим в цитрусовом масле. Поэтому мы можем просто вот этот объект бросить в масло и вся поддержка просто растворится. А мы получим чистую модель. Для слушателей курса по 3D-моделированию учебного центра «Специалист» компания REC предоставляет все свои материалы для изготовления учебных моделей, дипломных работ или же своего портфолио. Компания REC тесно сотрудничает с учебным центром «Специалист» и специально для держателей карт «Настоящий специалист» компания предоставляет скидки от 5 до 20% на самые популярные виды пластика. REC – воплощая идеи в реальность. Учитесь в учебном центре «Специалист» и воплощайте идеи вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова